Трагическое событие произошло сегодня в столице Кыргызстана. На улице Байтик-Батыра маршрутное такси сбило насмерть молодую женщину. Как говорит сам водитель, он не заметил пешехода, передвигающегося по обочине. К сожалению, за день по всей стране происходит несколько таких случаев. За сутки по республике зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий. При этом погибли 3 человека и получили различные телесные повреждения 24 человека. Как отмечают в ГУБДД, главная причина дорожно-транспортных происшествий в любое время года – это элементарное несоблюдение правил дорожного движения. Особенно опасными обгоны, выезды навстречу и другие виды нарушений становятся зимой, когда автомобильное движение и так осложнено из-за гололеда или плохой видимости. О многочисленных нарушениях со стороны водителей говорят и пешеходы. Это еще как нарушают. Я, например, боюсь вообще ходить только на зеленый, потому что сейчас кто-то торопится на желтый переехать. А так лучше соблюдать. Буквально на днях, стоя на остановке, водитель маршрутки со второго ряда, прям заехал человек на какой-то машине, я не знаю, марки, но он прям его, можно сказать, поцарапал, проторанил. Да, нарушают. Часто едут на желтый или красный цвет. Канат Мамакеев за рулем автомобиля с 1982 года. Опытный водитель рассказывает, на дорогах бывает разное и ДТП не всегда происходит по вине того, кто управляет машиной. Часто пешеходы сами создают опасные ситуации. Например, выбегают на трассу, переходят дорогу на красный цвет. Если сухая погода, то водитель может предотвратить столкновение, например, остановиться. А если вот в такую погоду, когда на дороге гололед, машина, например, едет, хотя даже предельной скоростью, максимально допустимой скоростью, он не всегда может остановиться перед пешеходом, если он, например, выбежал из-за транспорта, из-за автобуса. Кстати, за переход дороги в неправильном месте предусмотрен штраф в размере тысячи сомов. Канат Мамакеев рассказывает, что часто причиной несчастных случаев на дорогах становятся гаджеты. Люди, в особенности подростки, через наушники слушают музыку, при этом совершенно не слышат, что происходит на улице. Вот у меня тоже был недавно такой случай непосредственно, вот я, вот когда гололед был, вот, прям вдоль дороги, перед машиной идет пешеход, сигналю, не слышит. Я прям в полотною подъехал, открыл окно, крикнул, вот тогда только вытащил, это, наушники, потом только отошел в сторону. А если, например, я ехал бы чуть больше скорости, да, я не мог бы остановиться. Таких случаев много очень. Телефоны отвлекают, вот эти наушники отвлекают пешеходов. Они повтыкают разные эти в уши, идут где попало, пересекают дорогу и попадают под машины. Сотрудники ГОБДД призывают кыргызстанцев соблюдать правила дорожного движения. Особенно актуально этот призыв звучит в канун новогодних праздников, когда многие водители, пассажиры или пешеходы спешат быстрее добраться до нужного места. Мы хотели бы тоже, главное, хотели бы обратиться ко всем участникам дорожного движения, чтобы они соблюдали элементарные правила дорожного движения, то есть вот в зимнее время, чтобы они держали дистанцию между транспортными средствами, не превышали скорость, не выезжали на встречную полосу движения, которые приводят к тяжким последствиям. Также пешеходам, чтобы они элементарно соблюдали правила дорожного движения, пункте 4, где говорится права и обязанности пешеходов. Основным правом и обязанностям всех участников дорожного движения является сохранность жизни и здоровья. И хотелось бы сказать, чтобы наши участники дорожного движения именно сохраняли свою жизнь и здоровье, соблюдая правила дорожного движения. Правительство Кыргызстана и мэрия столицы предпринимают активные меры для снижения количества ДТП на дорогах Бишкека. Так, в зимнее время проезжая часть посыпается песком, чтобы не было гололеда. Если говорить о более масштабных действиях, то запущена программа «Безопасный город», которая позволяет в непрерывном режиме следить за нарушениями. Благодаря этой программе за год количество ДТП в Бишкеке снизилось на 40%. Однако, важно, чтобы о безопасности дорожного движения беспокоились не только власти, но и сами его участники. Екатерина Токамбаева, Оскар Уланулу, Пирамида.